всем привет меня зовут татьяна и вы на моем вязальном канале сегодня у нас 14 апреля и я хочу с вами немножко поболтать поболтать и кой чем с вами интересным поделиться так что всем кому интересно вязальная тема и все что с ней связано прошу оставайтесь со мной завтра у нас стартует игра у меня на канале который называется гонки с клубком смысл данной совместной игры в том что мы будем считать метры и связанные пряжи сколько мы связали именно метры не граммов и с этим возник вопрос как-то у одних девочек потом некоторые подписчики у меня в комментариях писали что вы задавали вопрос как посчитать метры как посчитать метры вот на эту тему мы сегодня с вами поговорим ну был такой вопрос так как посчитать метры я к примеру приготовила нам пряжу разную приготовила метр зачем я это его приготовила я вам также расскажу и также приготовила весы дальнейшем тоже расскажу зачем первое если мы первый вопрос как посчитать пряжу которая у нас вот ну к примеру я сейчас эти клубочки лишь не уберу и вот вам буду по порядку рассказать например мы берем вот такую пряжу yarnart gold да вот к примеру которой 100 грамм 400 метров мы хотим вязать не в одну ниточку а в два сложения этой ниточки как же мы считаем метраж тогда если мы берем два разных клубка вот два клубка с такой же такой ниточки из каждого клубка берем по ниточки и вяжем как мы посчитаем размер как мы посчитаем длину метров которые мы связали у нас известно что это пряжа 400 метров 100 граммах в 100 граммах а если мы берем в два сложения то мы 400 делим на 2 у нас получается 200 и и получается 200 метров 100 граммах вот и все все очень просто это самый простой способ расчета второй способ расчета девочки если к примеру это я просто к примеру зима первые два попавшиеся клубка и как ты так получил что они оба блестят если к примеру мы берем две разные пряжи по длине абсолютно разные по длине по составу и мы знаем что в одной пряжи у нас 100 в одной пряжи у нас в 100 граммах 500 метров это первая пряжа на 500 метров в 100 граммах а вторая пряжа у нас идет вот как я и сказала вторая пряжа идет у нас 400 метров 100 граммах как же нам посчитать если мы будем брать ниточку этой пряжи и ниточку этой пряжи и мы будем вот так вот в два сложения их вязать да вот ну к примеру я просто говорю насколько же получится на длина данной нити сейчас я вам расскажу девочки как посчитать именно вот длину нити в два сложения вот так вот смотрите очень просто общая длина будет составлять мы вот эту первую пряжу умножаем на длину второй пряжи делим на сумму этих длин то бишь мы здесь делим и на сумму первой пряжи прибавляем вторую пряжу и равно и считаем 500 умножить на 400 разделить 500 плюс 400 и равняется вот смотрите 500 ум на 500 умножаем на на 400 у нас получается 200 тысяч также также теперь мы 200 тысяч делим ой девочки не видно в через штатив 500 на 900 на сумму здесь у нас 200 тысяч здесь у нас 900 и мы их делим сейчас найду калькулятор посчитаю к сожалению ребенок унес так девочки и получается у нас когда мы делим 200 тысяч на 900 у нас получается 222 и тут после запятой двойки ну будем грубо округлять вот 222 метра получается что если мы данные пряжу берем один клубочек этой пряжи один клубочек этой пряжи и вяжем изделие когда мы извяжем мы взвесим изделие она будет весить 200 грамм и в длина она будет весить 200 грамм если вы так и связать и у нас получится 444 метра грубо говоря ну мы будем пример убрать что в 100 граммах изделие которое мы связали в 100 грамм будет 222 метра вот такой вот простой способ посчитать длину ниточки еще моя одна вязальная подруга у меня спросила таня а как посчитать метры если у нас к примеру я не знаю ну примеру пряжа без этикетки я не знаю сколько изначально в ней метро вот я вспомнила как давным-давно когда-то бабушка мне моя отдала пряжу пряжа была классная хорошая но к сожалению на ней не было ни этикетки ни метров ничего мне стало интересно узнать сколько же метров в данной пряжи как я посчитала метно как я посчитала эту пряжу как я узнала сколько метров у меня в пряже чтобы связать изделие я думала хватит ли мне или нет вот девочки вот пример у нас клубок который абсолютно без опознавательных знаков но я к примеру говорю да вот тут нам понадобятся конечно же весы и наш метр самый обычный метр я посчитала очень просто я от намотала клубочек 5 грамм может быть меньше 3 грамма там ну лишь был показал какой-нибудь результат у нас весы вот вот к примеру ложим 1 грамм ну вот пусть вот так примеру ложим один грамм весит наша пряжа снимаем ниточку я вот так оборвала по вот этот вот да и теперь берем просто наш самый обычный метр да вот так я считала девочки самый обычный метр у меня он полтора метра и начинаю мерить сколько же у меня в одном грамме метра вот так вот соединяя вот пожалуйста вот так вместе с метром всю мерию вот довожу до полтора вот до полтора довела пальчиком отметила и заново метр беру вот у нас один метр вот у нас второй метр поворачиваем вот три метра уже у нас с вами отмерено сейчас померяем дальше и узнаем сколько же у нас метров в этой в одном грамме вот видите она вот натягивается здесь хотя бы знаете с небольшой погрешностью я думаю здесь не будет большой погрешности вот так вот я натягиваю провожу вместе все и вот смотрите получается у нас грубо говоря 3 4 метра 40 сантиметров получается два раза по полтора и третий раз у нас метр сорок получается 4 метра 40 сантиметров значит взвешиваем клубок узнаем сколько он весит вот взвешиваем клубок узнаем сколько он весит 47 грамм это у меня остатки да если он бы весил 100 грамм значит бы в нем было 440 метров вот и все вот так вот все очень-очень метров все достаточно просто девочки кого-то вопрос кто-то не понял как я объясняю пожалуйста пишите мне я отвечу но я думаю что видео может быть полезно начинающим вязальщицам поделилась с вами тем что я знала сама и тем что я применяю у себя на практике поэтому не знаю если вам понравилось видео обязательно ставьте лайк пишите комментарии мне будет очень приятно и конечно же оставайтесь со мной ставьте нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить мои новые видео но я буду с вами прощаться всем до новых встреч пока пока